друзья мои дорогие всем добрый день разные типы привязанности уже много мы с вами говорили на эту тему но все равно периодические вопросы разные всплывают темы разные всплывают и очень частая тема как вообще строить отношения с человеком с избегающим типом привязанности как вообще выжить с таким человеком да не все готовы расставаться да есть влюбленность или даже любовь ну хочется попробовать хочется как-то вот все равно этот коннект наладить кто чаще такие вопросы задают вообще люди с любым другим типом привязанности все-таки чаще это тревожный тип привязанности или кстати тревожно избегающий он от избегающего типа очень даже много горя в свой адрес получает да да и устойчивые тоже периодически удивляются задаются этими вопросами как же быть с избегающим но ключевые какие характеристики этого человека мы с вами знаем помним да такие люди они умеют четко отстаивать свои личные границы они устанавливают свои правила они периодически в какое-то отстранение проваливаются им сложно идти на глубинное долгое сближение и нередкий сценарий это как раз то что они из одной поверхностной связи приходят другую поверхностную связь но тем не менее все равно есть немало избегающих которые в итоге то все равно какие-то устойчивые отношения ну плюс-минус устойчивые строят нет такого что у нас все избегающие они исключительно свободные никогда замуж не выходят не женятся ни с кем не съезжаются по-разному бывает такие люди тяжело реагируют на сближение на то что надо открываться особенно на некое такое быстрое сближение они очень придирчиво выбирают у них там много своих каких-то пунктиков позиция избегающего со мной все окей это с тобой не окей я к тебе присмотрюсь я еще сто раз подумаю надо мне или не надо во все это идти они достаточно чувствительные к вашим попыткам просьбу какой-то высказать какие-то правила установить то может пойти протест конечно выжить с таким человеком непросто если вы задаетесь вопросом как с ними строить отношения то поймите что другими они не станут максимум она может немножечко подкорректироваться нивелироваться и если вам хочется и совсем иного то стоит ли его так себя ломать то здесь надо честно с собой сесть и передоговориться скажем так вот как выжить на что вообще направить свои силы свое внимание если вы не готовы с этим человеком расставаться если вам хочется чего-то более здорового адекватного с ним или с ней пера смотрите первое кардинально такой человек не изменится вот оставьте надежду оставьте иллюзию что ваш такой классический избегающий вдруг превратится вот в такого вот знаете персонажа который прям вот станет вот крайне таким теплым зависимым войдет в какое-то слияние да это человек но опять же все зависит от степени проявленности вот этого вот типа такой человек вполне себе может дать вам там какое-то внимание какое-то тепло ну то есть они же не абсолютно бесчувственные но никогда там они не станут копией вас к примеру да если вы тревогите тревожный тип привязанность то есть вот оставьте эту иллюзию вот посмотрите на человека на такого какой он есть вот вам надо вы можете под это подстроиться вы видите в этом смысл и кайф тогда работайте дальше и далеко не все когда честно задают себе эти вопросы ну вот понимают и приходят к тому что им надо во всем этом добыть что еще помогает найдите плюсы вот в их подходе и в их типе привязанности они любят и ценят себя у них выстроены границы они умеют ставить себя на первое место они умеют выдерживать отстранение одиночества им в этом нормально а это же определенной степени свободы эта степень уважения к себе некого да то есть там они не страдают и мучаются там тоже не все гладко но вычлените вот это положительное примерьте это на себя то есть когда вы прочувствуете вот эту модель вы тоже увидите в ней определенную защиту плюс оставьте вот эти сценарии созависимые что вы их отогреете от любите вы им покажете пример как надо быть счастливыми оставьте их в покое у них свое представление о комфортной им близости если вы готовы как-то встроиться вписаться это одно но если вы рассчитываете что вы сейчас потерпите перри ждете а потом вы прям вот тут вот свою какую-то картину мечты выстроите все-таки надо адекватнее на все это смотреть когда они отстраняются что делают типичные особенно тревожные они начинают еще больше давать любви а наверное тебя мало любил наверное я был недостаточно хорошим на тебе еще на тебе я же хороший смотри как я тебя люблю они в ответ еще больше отстраняются поэтому на их отстранение отстраняйтесь в ответ это не обязательно должно быть какой-то знаете манипулятивное отстранение какие-то заламывание рук какой-то знаете там исчезание вот эти блоки показные не обязательно это должна быть какая-то драма но видите человек под загасился не особо общается как-то так прохладненько ну и вы тоже скажем тогда действуйте таким же образом где-то их копируйте не бойтесь их копировать при этом не с целью перетерпеть чтобы стало хорошо а с целью чтобы прочувствовать а есть плюс определенный в этой модели поведения плюс оставьте в покое вот эту модель заслуживать любви и одобрения с такими людьми так не ну нельзя это разрушительно для вас самих оставьте в покое эту модель то есть лучше себе давайте любовь одобрения поддержку и так далее дальше очень полезно важно нужно отслеживать у себя проявление треугольника карпмана где вы там заваливаетесь в спасателя где вы там заваливаетесь в преследователя а где в жертву как правило в отношениях с избегающими тревожный или тоже тревожно избегающий а он периодически в каждую из этих ролей заваливается любая из этих ролей она деструктивная она выжигающая поэтому заменяйте все это на осознание своих потребностей на пребывание какой-то своей вот этой зоне ответственности без вот какого-то лишнего ухода ныряния куда-то больше сосредотачивайтесь на себе больше вот этого нормального такого знаете в каком-то смысле здорового эгоцентризма кто я как я развиваюсь что я хочу что я умею какие они сферы моей жизни во первых и избегающие очень такое ценят и второе то но и она даже важнее его наверное даже на первое место можно поставить то что вы сами себя начинаете больше любить ценить а вы как раз в себе и прорабатываете вот эту необходимость постоянно быть в слиянии с кем-то постоянно получаю там какое-то одобрение и прочее прочее а если двигаться поступательно если не передавливать если скажем так не навязывать человеку свою модель близости то все равно со временем будут какие-то положительные изменения где-то избегающий вам будет открываться где-то избегающий как-то себя потеплее будет вести по расслаблении очень важно чтобы вы поощряли вот эти изменения причем опять же не через какое-то невротическое вот это вот поощрение да то есть не не вот но и не донит не слишком бурно о боже у нас с тобой все стало по-другому вот ты видишь как теперь она стал тушек скажет об чет со мной сделали а я это пропустил так так я лучше закроюсь в целом слушай мне так приятно что у нас вот так вот стало смотри как хорошо смотри какой или каким ты можешь быть вот что-то в таком духе так что решайте готовы вы во всем этом как-то перестраиваться или не подходит вам такая модель отношения оценивайте свои ресурсы если чувствуете что подходит до пробуйте пытайтесь ориентируйтесь на вот эти правила друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации также обратите внимание в описании под этим видео ссылки мои другие каналы и площадки подписывайтесь чтобы нам с вами не потеряться и всегда быть на связи всем пока всем до скорых волнующих встреч